Операционная система номер 44 и установленный продукт K7 Total Security версии 13.1.0.1.88. Открываем USB флеш-носитель. Копируем архивы, содержащие зловредные объекты, запакованные и запароленные. Копируем на рабочий стол. Запускаем распаковку. Вводим пароль. Начинается процесс распаковки, определение угроз, K7. Открываем папочку, куда происходит распаковка, здесь находятся объекты. Запущен таймер. Нагрузка на систему. Процессор 69%, K7 21. Распаковано 50%, 3 минуты 46 секунд, 994 файла внутри папочки. Нагрузка. Процессор 60%, основной работающий, процесс 23. Хотелось бы сказать, что в настройках программы отсутствует принятие решений более детально по найденным угрозам. Предлагается очистка и, в случае невозможности, удаление. Либо принятие решения самостоятельно, после того, как угрозы будут классифицированы. Но принимать решения по каждой угрозе в отдельности, мне кажется, это займет продолжительное время. Поэтому используется настройка по умолчанию. Заканчивается процесс распаковки. Но процесс обработки пока еще продолжается. Файлов сейчас содержится 1700 с лишним. 6 минут 58 секунд. Нагрузка на процессы. Процессор 40, основной работающий файл 18. Ожидаем окончания процесса распознавания. Процесс закончен. В папочке остается 1024 объекта. 7 минут 42 секунды понадобилось программе для выполнения данных действий. Программа пыталась очистить файлы и, в случае невозможности, их удалить. Помимо этого, появилось такое сообщение, что Total Security обнаружила маловая инфекшн и рекомендует выполнить более тщательную очистку. Для этого необходима специальная утилита, которая помогает это сделать. Согласны ли мы использовать такую утилиту? Да, согласны. Запускается специальная утилита проверки всего компьютера. Мы видим здесь принятие решений. Detected, Damaged, Detected, No Virus, Дезинфекция проведена. Возможно, это очистка от зловредства. Заканчивается данная проверка. В папочке остается 1023 объекта. Только один объект был фактически удален. Возможно, была проведена какая-то очистка. Теперь давайте выполним проверку по требованию. Запускаем сканирование при помощи антивируса K7. Запускается таймер. Начинается процесс определения угроз. Нагрузка на процессор 33%. Основной работающий файл 24. Закончен процесс сканирования. Было затрачено 2 минуты 13 секунд. И предлагается с данными файлами принять какие-либо решения. Файлы удаляются по моему указанию. Количество файлов на остатке 683. Еще одно сканирование выполняем из самой программы. Пользовательский вариант. Выбираем нашу папку. И запускаем сканирование. Нагрузка 43 на процессор. 24 основной работающий файл. Сканирование закончено. Минута 53 секунды было затрачено на данный процесс. Никаких вирусов, спаева и других рисков обнаружено среди представленных файлов не было. Теперь давайте просканируем данную папочку сторонними сканерами для того, чтобы принять решение по поводу оставшихся объектов. Насколько они поражены. Результат Hitman Pro 641 файл. Что практически совпадает с количеством остатка. Просканируем MCSoft Emergency Kit. MCSoft Emergency Kit обнаруживает 658 зловредных объектов и 683. Очень небольшое количество файлов, которые можно считать извлеченными, либо очищенными. В общем-то цифру 641 по Hitman Pro я отставляю. Процент нераспознанного составляет в случае, если мы оставляем 683 объекта, 8,22%. Если мы считаем, что часть файлов была вылечена и остаток составляет 641 файл, то 7,72%. Выполняется сканирование портов от 0 по 1055. В качестве Firewall защиты здесь работает и установлен Firewall K7. Результат тестирования. Все порты находятся в защищенном состоянии за исключением 9 открытых портов. Это порт 135, 139 NetBIOS, 445, 1025 по 1028 и 1039 по 1040. Также имеется уязвимость и КМП Эхо дала ответ на пинги. Суммарная информация. Выполняю настройку программы на максимально возможные детекты удаления объектов. Антивирусный продукт и Брандмауэр был усилен настолько, насколько это возможно. Все возможности используются на максимальном уровне. Переходим к процессу распаковки. Вводим пароль. Начинается процесс распаковки файлов. Открываем папочку, чтобы наблюдать за их количеством. Автоматически выполняет действие антивирус. Он также принимает решение очистки и уничтожения в случае невозможности очистки. Предлагается выполнить дополнительную возможность, более тщательную проверку. Мы это сделаем по окончании данной проверки. Нагрузка на систему. Процессор 71%. Основной работающий процесс 20%. Закончен процесс распаковки самого архива. Сейчас продолжается удаление файлов. Нам необходимо дождаться окончания этого процесса. Нагрузка на систему. 42 процессор. 22 основной работающий файл. Здесь изменяются друг друга чередуя два основных процесса. Нагрузки мы посмотрим немного позднее. Заканчивается процесс. 1086 файлов сейчас находятся в папочке. Затрачено 7 минут 39 секунд. Запускаем усиленный процесс определения угроз и продолжаем введение учета времени. Хотя здесь, конечно, проверяется весь компьютер, что не совсем корректно по отношению к проверке указанного типа файлов. Тем не менее, дождемся окончания данного процесса. Закончен процесс сканирования в папочке 1085 объектов 8 минут 27 секунд общего времени сканирования. Запускаем сканирование по требованию. Заканчивается процесс сканирования. Процесс закончен. Еще раз предлагается выполнить полную проверку. Этого делать я уже не буду. Были обнаружены угрозы, которым необходимо применение определенного типа правил. Выполняем очистку. Невозможно выполнить дезинфекцию, пишет программа. В таком случае выполняем удаление. Удаление закончено, несмотря на то, что качество работы программы было незначительно, но улучшено настройками. Тем не менее, результат такой же. 683 объекта находятся в папочке. Общее время всех сканирований 10 минут 47 секунд. Сканирование Hitman Pro также находит 641 зловредный объект. MCSoft Emergency Kit находит 658 зловредных объектов из числа просканированных. То есть, данные результаты остаются прежними. Процент нераспознанных также 8,22% в случае учета 683 объектов. И если мы берем 641, то процент нераспознанных будет составлять 7,72%. Теперь по поводу нагрузки на память. Два процесса участвовали в работе, периодически друг друга перекрывая. Но более затратным оказывается процесс K7RT ScanExe. У него пиковая виртуальная память была задействована на 359,90 МБ и пиковая физическая на 223,63 МБ. Здесь показатели несколько ниже. Переходим к проведению синтетических тестов. И первый тест это мини-секьюрити-тест. Запускаем процесс и стартуем. Один пункт из 7 пройден. Следующий тест анти-тест. Кейлогинг. Стартуем. Съем клавиатуры осуществляется. Хорошо, если мы усложним задачу. И запустим виртуальную клавиатуру. И попробуем печатать на виртуальной клавиатуре. Обратите внимание, виртуальная клавиатура с съем не осуществляется. Скриншоты снимаются. Клипборд стартуем. Копируем. Копирование осуществляется. Системная защита размещения в ключе и реестра. Первый вариант размещается. Второй вариант размещается. Получается, что в данном тесте мы прошли только один пункт. И тот только за счет виртуальной клавиатуры. Запускается Комоделик-тест. Стартуем. Заканчивается тестирование. 210 баллов из 340 возможных. Зарабатывает фаервол и проактивная защита K7. Ко-тест. Запрос при попытке установить соединение. Блокируем. Невозможно было установить соединение. Второй вариант. Соединение установлено. Один из тестов мы прошли. Следующий тест. Лик-тест. Попытка установить соединение и запрос. Блокируем. Установить соединение не представилось возможным благодаря запросу системы и соответствующим образом настроенного фаервола, который работает не на автомате, а выдает запросы на все подозрительные соединения. В этом случае мы по запросу заблокировали возможность инкогнито установить соединение. Специально хочу уточнить и акцентировать внимание, что если бы наш фаервол работал на автоматике, как это предусматривает умолчание, то данный тест пройден бы не был. Следующий тест это регистрационный тест. Попытка изменения ключей реестра выполняется модификация. И пока модификация удачна. Модификация выполнена в полном объеме. Приятной неожиданностью стал тот факт, что система на перезагрузку не пошла, как того требовал регистрационный тест. Более того, появилось вот такое сообщение от системного монитора, который работает на максимальную мощность, о том, что у нас имеется попытка изменений, и регистрационный тест здесь указывается. Регтест. Предлагается выполнить вариации разрешить работу, заблокировать, либо блокировать всегда. Что мы и делаем. Мы заблокировали и никакой перезагрузки мы не получили. Несмотря на то, что модификация проводилась как таковая, выгрузка и перезагрузка не производились. Впоследствии, когда мы будем выполнять перезагрузку компьютера, я проконтролирую этот вопрос, и мы посмотрим, все-таки ключи реестры были ли изменены, и отправят ли они впоследствии потом компьютер на перезагрузку. Однако, выбить компьютер из колеи на горячую во время работы программам такого рода не удастся. По крайней мере, K7 будет пытаться сопротивляться такому процессу. Запускается K-Lock-тест. Если мы нажимаем клавиатуру, то съем осуществляется. Если мы вызовем виртуальную клавиатуру и посмотрим, какая будет реакция, то мы видим, что реакции нет никакой. Никакого съема осуществить невозможно. Вновь виртуальная клавиатура приносит балл K7. Следующий комплексный тест PC Security Test. Стартуем стандартную процедуру. Предупреждение. У нас идут удаления вирусов, которые были обнаружены. Это тестовые вирусы, естественно, данной программы. Предупреждение. Блокируем соединение. Предупреждение. Блокируем. И начинается процесс размещения зловредных объектов в системных областях. Для того, чтобы посмотреть реакцию нашего антивируса, который должен за этот период времени обнаружить что-либо и нас предупредить об этом. Если нет, то, соответственно, это минус нашему продукту. Заканчивается процесс. Никаких предупреждений от нашего антивируса не последовало. Смотрим результаты тестирования. Антивирусная защита 75%. Антиспайва защита 25%. И антихакинг протекшн 50%. Последний лик-тест. Запускаем. Интернет-эксплорер. Вводим любую информацию. И переходим далее. Сообщение гласит о том, что мы этот тест не прошли. Информация через браузер была передана на сторонний ресурс. Пытаемся открыть PC-фланг, но здесь мы не получим никакого результата. PC-фланг до сих пор находится во внерабочем состоянии. Провести тестовые мероприятия я тоже не смогу, потому что у нас проблема с подключениями. Первая фишинговая ссылка открыта. Вторая фишинговая ссылка открыта. Третья фишинговая ссылка открыта. Предлагается ввести номер карты для проверки. Четвертая фишинговая ссылка открыта. Пятая фишинговая ссылка открыта. Шестая фишинговая ссылка открыта. Седьмая фишинговая ссылка открыта. Восьмая фишинговая ссылка открыта. Девятая фишинговая ссылка открыта. Десятая фишинговая ссылка открыта. Все 10 ссылок были открыты. Защита фейервола была усилена и мы проводим еще одно тестирование сканирования портов от 0 по 1055 на предмет обнаружения каких-либо брешей. Вы помните, что у нас были открытыми ряд портов, а также не был защищен КМП ЭХО. В данном варианте настройки все порты находятся в защищенном состоянии и никаких проблем программа не обнаруживает. По крайней мере даже КМП ЭХО на пинг не отвечает. Полностью все находится в защищенном состоянии. Следующим тестовым мероприятием является проверка самозащиты. Процесс хакер запущен. Мы видим присутствующих 10 процессов, которые принадлежат КСЕВН. Начинаем по одному эти процессы выгружать. Первый процесс агент номер 1. ТП2 выгружает данный процесс. Следующий процесс агент 2. ТП2 выгружает данный процесс. Процесс агент 3. ТП2 выгружает данный процесс. Процесс агент 4. Стартуем. ТП2 выгружает данный процесс. Следующий процесс пользовательский агент. TP2 выгружает данный процесс Следующий сервисный процесс TP2 выгружает данный процесс Мы видим, что значка программы уже нет в трее, он исчезает Модульный процесс TP1 выгружает данный процесс Еще один модульный процесс TP2 выгружает данный процесс Остается два процесса Базовый контейнер Запускаем TP2 выгружает данный процесс И последний сервис менеджер Запускаем Сервис менеджер Единственный процесс, который не поддался ни на какие выгрузки Все остальные процессы были выгружены либо TP1, либо TP2 Killswitch также наблюдает теперь только один процесс сервисный, который мы не смогли выгрузить Попробуем запустить K7 Что скажет нам программа? Программа запускается Оболочка стартует Замедление определенное имеется в программе Смотрим Запустился только еще один процесс K7 Базовый Более никаких процессов нет Сканирование файлов работает Firewall защита также остается на высоте, как я ее настроил То есть, несмотря на то, что видимые процессы были выгружены Я не знаю, насколько они серьезно влияют на работу комплекса и каким образом это отразится на его работе Тем не менее, базовая структура продолжает функционировать Перед тем, как мы перейдем к следующему тесту, необходимо выполнить перезагрузку компьютера, чтобы все-таки продукт загрузился правильно и все процессы функционировали так, как это положено Переходим к последнему этапу теста Это запуск оставшихся зловредных программ И, соответственно, результат того, как будет реагировать на эти неизвестные для себя программы зловредные Наш защитный модуль Приступаем к запуску Запрос Блокируем Обнаружено зловредство Риск ВР Блок Обнаружено зловредство Отправлено в карантин Попытка установить соединение Блок Риск ВР Удалено Попытка установить соединение с удаленным адресом Блок Попытка установить удаленное соединение Блок 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 Была выполнена принудительная перезагрузка Зловредная программа вызвала данное действие, чтобы запустить свой процесс Тем не менее, этот процесс стартовать не смог Он присутствует, но вот с какой-то ошибкой сообщает нам Kill Switch И некоторые моменты при старте были удалены кейс 7 О чем кейс 7 сообщила Продолжаем запускать зловредные объекты Предупреждение Блокируем Обнаружение Высокий риск защиты Предупреждение Высокий риск защиты Блокировка Так, и все-таки от беды мы не ушли Пытаемся выполнить блокировку Блокировку Всяких разных соединений бесконечных Но у нас продолжает множиться в системе зараза Троянвин 32 Космо Формвин 32 Авторанва работает Троянвари Бэкдо Малва Ну и процесс множит сам себя Это видно, что постепенно нагрузка будет нарастать 40 процессов я насчитал Плюс еще червь И 11 еще дополнительных 51 процесс Красный Пробуем работать дальше Пока система позволяет это делать Блокируем Блокировка Начинается постепенно подтормаживание системы Ощущаться Предупреждение о угрозе Не знаю, запускать уже тяжело Объекты Прям совсем тяжело становится Мышь еле работает После выполнения принудительной перезагрузки Так как система пошла в ступор И полностью зависла Из-за тех процессов, которые были запущены Компьютер работает более-менее в нормальном состоянии Согласно данным Kill Switch У нас присутствует два серых ошибочных процесса И один Троянвин 32 Все остальное испарилось Тут антивирус пытался Выполнить работу, о чем он сообщал И активно блокировал угрозы При запуске Что касается Регтеста, который у нас проводился То в процессе перезагрузки Никаких попыток пойти на повторное отключение Не произошло И несмотря на то, что При старте программа сообщила О том, что у нас имеется возможность Модификации реестра Тем не менее, фактически Сделать какое-либо зловредство Не получилось Программа не перегрузилась И на рестартинге не пошла На перерестарт Таким образом Фактически данное действие Было защитным модулем Ликвидировано Я ставлю плюсик Нашему продукту Продолжим попытку Запуска Зловредных объектов Пока система держится Блокируем Блокируем Блокировка Блокировка и удаление Блокируем 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 Все виды изменения Программа предлагает Блокировать Естественно, что здесь Человеческий фактор Играет большую роль И настройка программы Тоже на автомате Я не знаю, как бы она себя повела Возможно, какие-то моменты Бы проходили Тем не менее Пока у нас идет блокировка И помещение в карантин Предлагается блокировать Вот изменения Которые пытается сделать программа Что мы и делаем Конечно, количество угроз Которое здесь остается Оно немаленькое Естественно, что С таким количеством угроз Если запускать их все на 100% Навряд ли Программа Справится Все-таки что-то ее раздавит Как, например, множение Каких-то процессов Тут Тяжело Но По крайней мере Я вижу, что программа Пытается сопротивляться Активно тому, что я запускаю Блок 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 Сейчас в системе присутствует Малова Троян Вари Троян Малова Малова Шесть красных процессов И два серых Блок Блокировочку мы поймали Белый экран И ничего Невозможно нажать Исчезают все возможные программы Какие только Есть Ничего не запускается Удается Удается таки Выйти мне из положения Путем попытки блокировать Процессы Выйти из системы И здесь у нас подключается Кейсэвен Кое-что блокирует Не знаю Эту ли программу Или нет Но от блокировщика Я ухожу Хотя скорее всего Большинство пользователей Будет делать сброс В данном случае Есть небольшая уловка Которая позволяет Но не всегда Иногда компьютер Все равно уходит На перезагрузку Бывают и такие случаи Но в большинстве случаев Если у вас запущено Хотя бы какое-то Количество программ Пока они будут Пытаться выгрузиться Вы имеете возможность Отменить Данную процедуру Блок Так Ну у нас тут остается Уже не так много объектов Так У нас сейчас так и остается Пока 7 процессов красных В системе Остальным не удается Прорваться Блокировщик мы поймали Все остальное Пока держимся Блокировка Ну вот в общем-то И последний файл Запускаю На этом все Все равно жестко Я над программой Достаточно поиздевался Много файлов Запускалось Много было Неприятностей Которые я зафиксировал Естественно Что за само заражение Поставить в программе Несмотря на то Что она активно Пыталась бороться И появлялось Много сообщений Положительный балл Я не смогу Потому что Во-первых Мы все-таки Зависли капитально Получили множение Объектов Которые Загрузили процессор На сто процентов И в таком состоянии Его держали Невозможно было Ничего делать Только сбрасывать Систему Поймали блокировщика Ну в общем-то Есть негатив Который Присутствовал При заражении А вот что будет После заражения Это более интересно Восемь красных процессов И один серый По данным Kill Switch Теперь давайте Запустим сканер Предварительно Очистив Папочку Запуска Конечно Иначе Все это будет Найдено На горячей У нас тут Три объекта Присутствуют Которые работают Остальные Были удалены И запускаем Hitman Pro Сейчас он Обновится Выполняется Процесс Поиска Зловредных Программ На компьютере Закончен Процесс Сканирования У нас Присутствует 54 объекта Различного Наименования Трояны Здесь Малва Вирусы Червь И так далее Еще один Вирус Трояны Трояны Малва Потом в итоге Мы переходим На инсталляторы Нулевой доступ Идет Инсталляторов Реклама Подозрительные Файлы Я их не Рассматриваю Что касается Работающих Процессов У нас Работает Троян Со слов 64 Документ Идсетинг У нас Работает Троян Со слов 64 Работает Троян Агент Далее Работает Троян Малва Работает Из папочки Запуска Трояны Вирус Работает Из папочки Запуска Агент Троян У папочки Windows Вин Логан Идет На запуск Но пока Не работает червь, апдейт роуминг, вормвин32 авторан, ну и далее пошли трояны в разных частях, вирус из папочки запуска и директория Windows и различные административные директории. Всего получается работающих 7 процессов, 3 идет на автозапуск и найдено 51. Сканирование программы на предмет обнаружения модификаций вирусов в системе ничего не приносит. Еще один вид сканирования тоже ничего не находит. Сканирование на наличие rootkit. Rootkit не обнаружено и остается выполнить сканирование. К сожалению выполнить сканирование программы K7, не быстрое сканирование, не полное, не удается. Программа отказывается это делать. Процесс пытается запуститься и зависает. Причину я объяснить не могу, не знаю. Что касается после проведения перезагрузки анализа Hitman Pro, то здесь у нас 52 объекта находятся. Практически все осталось на своих местах. 4 процесса работы, 4 идет на запуск. Среди работающих у нас вирус агент присутствует. На запуск идет червь. Но в общем-то все то же самое, что и было. Тем не менее, у нас программа предлагает K7 выполнить принудительную более жесткую очистку. Для этого необходимо выполнить перезагрузку. Я соглашаюсь с программой. Посмотрим, что это даст. Ну, к сожалению, выполнена перезагрузка. Никакого специального старта не последовало. Никакой очистки тоже не последовало. Таким образом выполнить проверку K7 я не могу. Что касается оценки общей касаемо работы компьютера после перезагрузки, то можно сказать следующее. K7 много чего заблокировало, поэтому работа есть. Программа работает. При старте пытаются запуститься несколько процессов, которые открывают разные окна, которые приходится закрывать вручную. Открывается Internet Explorer для чего-то открывается Regedit. Для редактирования реестра пишется информация о том, что корзина повреждена, необходимо ее восстановить. Ну и то, что работает в системе, работают зловредные программы. Вот это то, что мы получаем. Исходя из того, что у нас запущено 4 процесса и они продолжают удерживаться в системе, общая оценка после поражения составляет 2 балла. Я решил все последующие продукты, которые не обновлены, соответственно, так как у меня на определенную дату стоит блокировка. Выполнять в конце теста обновления и оставшиеся файлы, которые программа не могла распознать, еще раз просканировать сканером обновленным, антивирусным, чтобы посмотреть, сколько еще объектов в итоге сможет удалить, уничтожить обновленный защитный модуль. Вот продукт обновлен. Так, тут у нас предлагают купить какую-то золотую версию. Все обновлено. У нас новая база. Выполняем извлечение объектов, оставшихся после проведения проверки. А вот и выполнилось автоматом быстрое сканирование сразу. Ну хорошо, тут она что-то у нас находит в Рискворе. Два файла, это замечательно. Перезагружать систему я не буду, уже и так понятно. Выполняем проверку распаковки. Заканчивается распаковка. 532 объекта содержит наша папочка из 683. Еще раз сканируем по требованию. Однако, ничего кроме двух файлов cookies, ничего больше обнаружено не было. 532 объекта. Из этих объектов из 532 Hitman Pro считают зловредными 513. То есть, если и была степень излечения какая-то, то она достаточно небольшая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!